Добрый день, меня зовут Екатерина, я биолог. Я работаю в области геронтологии. Это наука, в рамках которой изучают механизмы старения и разрабатывают способы профилактики и коррекции заболеваний, которые наблюдаются с возрастом. И практически все, как возраст-зависимое заболевание, так и те, которые не имеют возрастной конкретики, они имеют в своем патогенезе одну и ту же очень важную компоненту. Это изменение уровня генерации свободных радикалов и содержание антиоксидантов. Поэтому сегодня я вам хочу рассказать о том, что такое свободные радикалы, что такое антиоксиданты, почему между содержанием этих веществ должен всегда соблюдаться некий баланс и к каким патологическим последствиям может привести нарушение этого баланса. Начнем с того, что наш организм состоит примерно из 100 триллионов клеток. Каждая клетка содержит тысячи молекул, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. И у всех молекул нашего организма есть одна общая особенность. Все они стремятся быть химически стабильными. И стабильность атомов и молекул объясняется спаренностью электронов на внешней электронной орбитали. Если на внешней электронной орбитали имеются неспаренные электроны, такое вещество называется свободным радикалом. И оно обладает высокой степенью химической активности, так как стремится вернуть себе стабильность путем либо акцептирования, либо донорства электронов у других молекул. Если молекула отдает или принимает электрон, важно то, что изменяется ее функция или теряется, либо она сама может стать свободным радикалом. И для функционирования некоторых молекул это есть необходимое условие. Поэтому в организме должен соблюдаться некий константный уровень свободных радикалов для того, чтобы изменялись именно те молекулы, для функционирования которых это необходимо. Но если их становится в организме больше, чем этот константный уровень, начинают изменяться молекулы, для которых это не характерно. И таким образом могут происходить метаболические нарушения. И радикалы по одной из классификаций в организме можно разделить на две категории. Это природное происхождение и чужеродные. Природные первичные радикалы это те, которые вырабатываются собственными системами ферментными в нашем организме. А чужеродные возникают под действием стрессорных факторов, таких как радиация, действие высокой температуры, действие оксинобиотических веществ. И это влечет за собой дисбаланс. Но для того, чтобы этого не происходило, в организме есть система антиоксидантов. Это молекулы, которые либо являются донором электронов для свободных радикалов, или молекулами, которые катализируют перенос электронов от молекулы донора к молекуле акцептеру. Их также можно разделить на несколько категорий. Первое это ферментные антиоксиданты. Их достаточно много. На слайде представлены три основных формы. Это супероксиды смутаза, каталаза и глутатионпероксидаза. И были проведены исследования, которые показывали, насколько же эти белки важны для организма. Такие исследования проводятся чаще всего под средством нокаута генов, которые кодируют экспрессию этих белков. И в экспериментах было показано, что если выключается экспрессия генов, ответственных за выработку этих ферментов, организм становится нежизнеспособным уже на стадии четырехклеточного эмбриона. И для того, чтобы эти ферменты работали, также необходимо присутствие нескольких микроэлементов. Это в первую очередь селен, железо, медь, марганец и цинк. И еще одну группу антиоксидантов составляют витамины. Ими являются практически все витамины, не только витамин Е и витамин С. И также важными антиоксидантами являются флавоноиды, например, полифенолы зеленого чая. Омниэтнихил синатоксициди ванедум. Это выражение приписывает парацельсу, и его можно перевести как «все есть яд и все есть лекарство». Все зависит от дозы вещества. И на мой взгляд, именно эта фраза, она как нельзя лучше характеризует то, что происходит в этой системе. В течение долгого времени, вплоть до 90-х годов прошлого века, в литературе бытовало мнение о том, что свободные радикалы это исключительно вредные частицы, и что чем эффективнее мы с ними боремся, тем организм здоровее. Но сейчас показано, что без содержания этих веществ, без их генерации, организм существовать в принципе не может, поскольку они являются важными сигнальными молекулами, которые запускают процессы и клеточной гибели, и клеточного деления, участвуют в образовании воспалительных реакций. Также одной из главнейших функций радикалов является их участие в процессе фагоцитоза. Если Ульяна сейчас нам запустит видео, то мы посмотрим, как это происходит. Фагоцитоз — это главный механизм клеточного иммунитета. И когда рецепторы на поверхности макрофага иммунной клетки связывается с легандами на поверхности бактерий, происходит процесс фагоцитирования, поглощение микроорганизма внутрь клетки фагоцита. А дальше происходит включение систем генерации свободных радикалов и активных форм кислорода, таких как супероксид-радикал и перекись водорода. И именно поэтому, если мы повредим, порежемся, то мы первое, что делаем, это обрабатываем рану перекисью. И наш организм делает то же самое. И причем одновременно здесь мы видим красным — это продукт деградации микроорганизма, а зеленым показывается, что клетка за счет того, что фагоцит одновременно со свободными радикалами вырабатывает еще и антиоксиданты, она таким образом уберегает себя от повреждения. Также очень важную роль играет НО-радикал. И за описание этой роли, этих функций, в конце прошлого века трем ученым была присуждена Нобелевская премия. Они показали, что этот радикал, образуясь в клетках стенок кровеносных сосудов, играет ключевую роль в регуляции кровяного давления. И именно недостаток НО-радикала приводит к гипертонии, а избыток, наоборот, к гипотонии. И для того, чтобы понять, как радикалы в принципе образуются в организме, давайте мысленно ответим на один детский совершенно вопрос. Зачем мы дышим воздухом и зачем нам нужен кислород? И скажу, что кислород, помимо того, что необходим для включения его атома в молекулы, в состав группировок, далее будут синтезироваться белки, это будет происходить в эндополазматическом ретикулуме, он является еще и молекулой, которая участвует в образовании энергии в виде аденозин-трифосфорной кислоты. Это происходит в митохондриях. И здесь тоже происходит генерация свободных радикалов. И кроме этого, есть еще ряд ферментных систем, которые ответственны за воспроизводство свободных радикалов в других клеточных компартментах. И тут стоит вспомнить то, что сказал Парацельс, что в норме эти молекулы выполняют ряд очень важных функций, о которых мы упомянули. Но под действием ряда стрессоров может возникнуть либо избыточное, либо недостаточное их количество. А антиоксидантная система может либо ослабевать, либо наоборот. И это приведет к дисбалансу, который может стать причиной патологических изменений. И по одной из гипотез является еще и ведущей причиной старения. И одним из наиболее известных заболеваний, которые характеризуются недостатком антиоксидантов, является цинга. Это заболевание связано с недостатком витамина С, который приводит к нарушению синтеза коллагена. А при этом соединительная ткань теряет свою прочность. И первые сведения об этой болезни были еще во времена крестовых походов. Оно было распространено среди экипажа кораблей дальнего плавания. И то, что эти эффекты связаны с недостатком именно витамина С, было показано гораздо позже, в 1932 году. Но моряки заметили, что на тех кораблях, где частью провизии являются цитрусовые, степень заболеваемости гораздо ниже. И поэтому в их паек стали добавлять большое количество цитрусовых. И поэтому английские моряки даже получили прозвище Лаймес, лимонники. И в 1937 году Альберт Сен-Дьорди, это биохимик, он получил Нобелевскую премию за то, что выделил витамин С и описал его эффекты при биологическом окислении. Также свободно-радикальная компонента – одна из важнейших при лучевой болезни. При этом, если на организм действует доза более одного ГРЭЙ, то это приводит в первую очередь к радиолизу молекул воды. Она распадается на Йон-Аш и наиболее химически активный из всех радикалов – ОАш-радикал. И именно они запускают цепочку окисления, которые столь трудно остановить. И еще с детства нам рассказывали о том, что для сохранения хорошего зрения необходимы каротиноиды, витамин А. Это правда. Но кроме этого нам нужен еще ряд антиоксидантов. Итак, одной из ведущих причин развития, например, катаракты, называют перекисное окисление липидов и белков в русталике. Из-за этого мы имеем его помутнение. Поэтому одним из способов предупреждения этого заболевания как раз является употребление антиоксидантов. Также в патогенезе многих сердечно-сосудистых заболеваний также присутствует компонент гиперактивации окислительных процессов. Одно из компонент атеросклероза называют окисление холестерина, который в норме, в восстановленном состоянии, выполняет очень важные функции. Это фактор текучести мембраны, это предшественник желчных кислот, половых гормонов. Но в окисленном состоянии эта молекула имеет функцию образовывать конгломераты, которые могут заслонять просвет сосудов и препятствовать току крови. И также окисление может быть и в других белках. Например, в протромбине, который, превращаясь в тромбин, также образует тромбы и препятствует току крови. Но есть и такие заболевания, которые характеризуются, наоборот, недостатком генерации свободных радикалов. Одно из них — это хронический гранулематоз. Это заболевание сопровождается мутацией в генах, которые ответственны за синтез субъединиц на дофашоксидазы. И поэтому радикалы не образуются при фагоцитозе, и это препятствует киллингу микроорганизмов. Также сейчас в фармацевтике широко используют как генераторы вещества свободных радикалов, так и антиоксиданты. Они входят в состав ряда препаратов. И одним из лекарственных средств, которое известно, наверное, наиболее давно, это нитроглицерин. И его используют до сегодняшнего дня, и это не что иное, как генератор НО-радикалов. А еще нам с детства знакомы шипучие таблетки АЦЦ. В них входят аминокислоты, из которых синтезируется важнейший антиоксидант в организме глутатион. И завершить лекцию хочу фразой, которую недавно прочла, она мне очень нравится. «Medicamente non-medicamentis». Если перефразировать, то лучший способ предупреждения заболеваний – это не таблетки, а знания. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Представляться сначала? Насколько это важно для вас? Хорошо, для меня не важно, я просто чувак с немножко меньше бородой, чем организаторы. У меня такой вопрос, чтобы разрядить немножко обстановку. Я, если честно, я немножко глупый в этом человек, но меня поразило название – это свободные радикалы. Наука – это наука, в ней ничего не бывает зря, правда? И если есть свободные радикалы, значит, по какой-то причине их назвали свободными. А если есть свободные, значит, есть несвободные или другие какие-то. И хотелось бы узнать, каким образом именно сформировалось это свободное. Причем здесь свобода? Вот такой мой вопрос. Спасибо большое. По сути, связанные радикалы – это все остальные молекулы. Какое соотношение нужно? То есть, смотри, не считая последних 20 лет, совет всех диетологов был исключить из своей пищи все возможное количество свободных радикалов и не кушайте канцерогенные, не жарьте и все прочее. Все эти советы Всемирная организация здоровья пока не отменяла. Но вопрос глуп, конечно. Сколько нужно есть жареного, чтобы оставаться здоровым, если я больше никак не потребляю свободные радикалы? То есть, где уловит эту точку баланса? Нам нужны не те радикалы, которые образуются при нагревании, например, при нагревании жиров. Они действительно вредны. А те, которые синтезируются в организме, они как раз жизненно необходимы. То есть, нам просто не нужно есть лишние антиоксиданты и не нужно есть лишние свободные радикалы? Нам не нужно их есть. Нам нужно делать так, чтобы они генерировались в организме. Как? Спрашивают у меня из зала. Ну и еще нужно не препятствовать тому, чтобы в него попадали антиоксиданты и правильно усваивались. Например, есть такой замечательный напиток, как чай с лимоном. Мы все думаем, что это очень хорошо, что в наш организм попадает витамин С. Ничего подобного. Витамин С разрушается, во-первых, при высокой температуре, а во-вторых, нельзя есть его вместе с кофеином, поскольку кофеин препятствует усвоению витамина С. Поэтому вот когда вы выпили чай, то нужно несколько часов подождать, а потом есть цитрусовые или наоборот. То есть старая добрая рекомендация, есть овощи, фрукты, не есть жареные и не употреблять таблетки, она в силе? Она достаточно логичная и очень хороша. Да, отдаю микрофон. Мне интересно, какую роль свободные радикалы играют в механизмах старения и как долго нам ждать бесконечной жизни вечной? Самый большой вопрос в случае с механизмами старения это то, выработка свободных радикалов это причина или следствие? Старение это настолько многокомпонентный и многогранный процесс и еще не до конца изученный, собственно, поэтому я и занимаюсь его изучением. То, что мы можем сказать на сегодня. Действительно, в процессе старения становится больше продуктов окисленных и снижается уровень антиоксидантов. Но насколько это ключевой момент, мы пока не можем сказать. Еще небольшой вопрос. Было сказано много о том, как развиваются заболевания при избытке свободных радикалов, но речь шла о балансе. Что бывает при недостатке вот этих свободных радикалов? Если мы будем есть только одни сплошные антиоксиданты, мы будем долго жить и будем вечно молоды? Или какие-то еще есть побочные эффекты этого? Одним из заболеваний, связанных с избытком антиоксидантов, это гипервитаминоз. Еще то, о котором я рассказывала. Их достаточно много. Здравствуй, Катя. Я хотела спросить про один из антиоксидантов, про витамин С. То есть, насколько мы знаем, нобелевский лауреат Лайну Спойлинг полагал, что этот витамин очень сильно помогает при простуде. Но в последнее время все больше говорят в научной среде о том, что это неправда. Как вот ты можешь сказать, это правда или нет? Нужно ли есть витамин С при простуде и будет ли это полезно? Витамин С нужно есть при простуде, если мы употребляем одновременно еще и лекарственные препараты, которые способствуют выведению витамина С из организма. А Лайну Спойлинг это, наверное, человек, который ел больше всего витамина С, говорят, что он употреблял в день около 18 грамм, и, в принципе, ему это не вредило. Но хотя норма от 200 миллиграмм до 2 грамм. А какие препараты выводят витамин С из организма? Например, аспирин. Вот с аспирина вместе всегда говорят, что нужно применять витамин С. У меня вопрос по поводу перекиси водорода. Как утверждают патологоанатомы, чрезмерное употребление внутрь вредит нашему здоровью. И вот фагоциты, которые уничтожали патогенные микроорганизмы, один из механизмов их был как раз выделение перекиси водорода. Но каким же таким хитрым образом эта перекись уничтожает патогены, но не вредит структурам самого организма? Я говорила о том, что одновременно вырабатывается система еще и антиоксидант, которые предупреждают возникновение нарушений в самих клетках, в собственных клетках организма. И перекись водорода, по сути, она не является свободным радикалом, она является тем веществом, из которого генерируются свободные радикалы OH. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Известно, что основная часть гармезисного эффекта, то есть каких-то вредных воздействий, которые могут улучшать здоровье или продлевать продолжительность жизни, связана со стимуляцией выработки свободных радикалов. Что Вы думаете по этому поводу? И нужно ли есть вообще антиоксиданты? Вот в этом контексте. Спасибо. Для начала давайте я расскажу, что такое гармезисный эффект. Когда-то, по легенде, был такой царь, который очень боялся, что его отравят. И он решил употреблять ежедневно очень небольшое количество ядов. А потом, когда он захотел покончить с собой, у него это не получилось, поскольку он выпил яд и понял, что все с ним хорошо. И гармезисным эффектом называется эффект, при котором небольшие дозы вредного вещества вредного, вызывает эффекты адаптации организма к более высоким дозам веществ. Например, вводят сублетальные, это 30% от летальной дозы несколько раз. И организм вырабатывает адаптивные системы ответа. По поводу свободных радикалов и антиоксидантов. Нужно ли их есть? Есть их нужно, поскольку около 20% это антиоксиданты экзогенного происхождения, то есть те, которые попадают с пищей. Но еще нужно не препятствовать тому, чтобы они вырабатывались в организме и кушать предшественники. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok